Преображение Симон Петр, Иаков, Иоанн, только их учитель удостоил заглянуть в одну из Божьих тайн, ту, что для него Бог приготовил. И случилось чудо, над землей облако Христа легко подняло, и одежда чистой белизной нестерпимо и ярко засияла. Вот два мужа тотчас рядом с ним в ослепительных одеждах встали, книгу судьб держал один из них, а другой в руках держал скрижали. Это Моисей и Илья, два пророка Ветхого Завета, озарилась заревом земля от лучей невиданного света. Будто солнце новое взошло, только ярче от того светило, что в зените жарко расцвело и лучами землю опалило. Свет небесный исходил от лиц, и звучал над ними голос Бога, и апостолы упали ниц в небывалом страхе и восторге. «Сей есть сын мой, слушайте его!» Эхо многократно повторяло. Отошли пророки. Никого. Только у Христа лицо сияло. Стало снова тихо среди гор. Одолев смущение со словами, обратился к Иисусу Петр. «Хорошо нам быть с тобой, наставник! Видели мы славу, но в годах, чтобы об этом память не рассеять, сделаем трекуще для тебя и для Илии и Моисея». Об ином сказал в ответ Господь, что для славы не настало время, что день смертный для него идет, а для них великие гонения. Но придет благословенный час, может, через два тысячелетия, вновь земля услышит Божий глаз, и Христа увидит вся планета. И народы славу воздадут, и цари придут к нему с поклоном, а пока крутой тернистый путь ждал их впереди по горным склонам. И показывал незримый перст на другую гору, где смущенный человеческий сын видел крест, но с челом внезапно просветленным. Устремил он в будущий взор, и, наверное, виделась Мессией за цепями иудейских гор, наша христианская община среди всех народов и племен, принявших его святое имя. А вдали заоблачный Сион звал к себе сияющей вершиной. Там земная узкая стезя превращалась в млечную дорогу, только путь, желанный в небеса, для него лежал через Голгофу. Аминь. 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 Продолжение следует...